Добрый день! Если вы смотрите это видео, то, наверное, вы забили в поисковой строке вашего браузера, либо на ютубе, рост цен на моторные масла 2021. И вообще вы не понимаете, что происходит вообще? Вроде цены так на бензин не выросли, как на моторные масла, что вообще происходит? Давайте, во-первых, посмотрим на статистику цен и, во-вторых, объясним причину этого подорожания. Итак, допустим, вот 2017 год, я покупаю стандартное масло, рекомендованное производителем, например, General Motor Detox 2 Long Life 5W30, 4 литра. Оно в 2017 году стоило 1250. Дальше, это июнь 2017, дальше есть, я купил его в 2019 году, в марте, и оно уже стоило 1425. Ну, то есть, такое нормальное идет удорожание, там и курс подрос. Вот, теперь посмотрим, что же происходит с этим маслом сейчас. А сейчас оно уже стоит 1910 рублей. Вот, и сами посчитайте, да вам домашнее задание, на сколько процентов выросла цена. Вот, то есть, это минимум, она выросла на треть. То и больше. Соответственно, в чем же причина этого подорожания? Дело в том, что моторное масло, оно, это продукт переработки нефти. И в нефти содержится определенный процент ее составляющих, который идет на производство этих масел. Производство нефти в связи с кризисом, в связи с этой пандемией сокращается, производство нефти, добыча нефти. И, соответственно, сырьевая база для производства моторного масла, она тоже уменьшается. Соответственно, уменьшение производства приводит к повышению цен. Вот такая вот ситуация. Получается, что нужно из нефти добыть вот это масло, а куда все остальное девать, если это не пользуется спросом, непонятно. Поэтому цены и растут. Вот такая вот ситуация. Что я могу порекомендовать? Ну, подумать и, может быть, где-то так часто масло не менять. Вот. Если оно, на самом деле, вы видите, что оно у вас чернеет, то, на самом деле, это означает, что масло в себя впитывает, как бы растворяет в себе вот эти вот продукты разложения, горения бензина. И все-таки есть надежда, что какие-то крупные частицы фильтр отфильтруют. Ну, здесь много сейчас будет фанатов, которые любят часто масло менять. Но вот тогда вам это придется делать как минимум на треть дороже. Спасибо большое за внимание. Вот. Я уже, честно говоря, начинаю подумывать, вот на моей новой машине стоит ли мне делать вообще первое то. И, может быть, где-нибудь сделать это в гаражном сервисе, а не официального дилера. Большое спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. У меня есть еще видео с анализом роста цен на стройматериалы и утеплители. Субтитры сделал DimaTorzok